Один из партнеров ночных музеев в Екатеринбурге это ОАО в райском регионе Мобильный оператор Билайн Светлана, пожалуйста Спасибо, что пригласили эту пресс-конференцию Действительно, мы ежегодно поддерживаем Ночь музеев Считаем, что это одним из самых важных культурных мероприятий В Екатеринбурге в течение года, пожалуй, больше нет такого дня Вернее, такого вечера и ночи Когда столько людей, объединенные общим интересом Узнать побольше об истории Екатеринбурга А сегодняшний я, как героев Мы не знаем другого такого дня Когда люди так организованно шли бы на улицы Из-за темы музея И что бы создавалась такая шикарная атмосфера Которую каждую ночь в музее мы наблюдаем Вот, и поэтому в этом году мы долго думали Как мы можем сделать так, чтобы получился какой-то подарок, что ли, городу И придумали мобильный гид Красной линии Все вы знаете Красную линию Которая проложена по основным объектам города Екатеринбурга Сегодня на ней 35 объектов И мы решили сделать аудиогид В котором каждый, кто позвонит на телефон 310-360-90 Он будет услышать частичку истории Екатеринбурга Но не просто услышать, а услышать из уст самых известных журналистов города Екатеринбурга Вот, наверное, будет не очень хорошо видно Но, тем не менее, у вас у всех большие подарки нам от наших подарков Лежит вот такая вот карта, в которой на обратной стороне мы участвуем в наших спикерах Все вы, конечно, знаете этих людей Это первые лица и лучшие голоса наших средств массовой информации И в каждой из них озвучил несколько текстов об истории Екатеринбурга Эти тексты нам предоставила сама Красная линия Вот, и вот, мне кажется, получилось неплохое партнерство Мы знаем, что порядка 800 звонков на мобильный гид Красной линии Было совершено в Ночь музеев То есть порядка 800 человек захотели узнать немножко больше об истории Екатеринбурга И сделали это средний, продолжительный звонка у нас составило около двух минут Как раз примерно столько требуется для того, чтобы прослушать одну историю Они не очень длинные, они достаточно короткие И самые популярные объекты мобильного гида в эту ночь Стали площадь пятого года, плотинка и памятник к авиатуре Вот таковы были интересы наших горожан Очень надеемся, что ночью музей все не ограничится Что люди будут в летний сезон и сами ходить, и людей водить, гостей города Вот, и огромная благодарность, конечно, организаторам за то, что у нас в Екатеринбурге Действительно, Ночь музеев проходит как общенародное мероприятие Будем мы дальше поддерживать, спасибо Спасибо, Светлана Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!